Родственникам Марины Калашник будет оказана материальная поддержка. Им выплатят миллион рублей компенсации, сообщает пресс-служба администрации края. Сочинские же власти готовы оплатить родственникам перелёт и расходы, чтобы они смогли опознать тело, доставить на родину и организовать похороны. Известно, что у погибшей есть 24-летний сын, однако найти его пока не удаётся. Есть предположение, что он давно не проживает в Сочи. Зато в Сочи проживает родная сестра погибшей в авиакатастрофе Мачневой Светланы Евгеньевны. Сейчас с ней работают психологи. Администрация Сочи также возьмёт на себя расходы по отправке её и членов семьи на похороны сестры, которые пройдут в Орске. А вот другой житель курорта за несколько дней до вылета сдал билет на этот рейс. Вчера был день рождения, должен был лететь на самолёте, вот именно на этом, в Орск, чтобы с моими друзьями, с родителями взять и отпраздновать это мероприятие. Ну и, конечно, пришёл к мысли, что нужно забрать машину, купить. Так получилось, что компания Toyota, у которой в Орске, пообещали мне машину доставить 10 февраля, соответственно, 11 февраля я должен был её забрать с автосалона. Всё к этому было приготовлено. В последний момент у нас буквально за полторы недели поменялись временные промежутки и машина будет доставлена только 19 числа, 19 февраля. Ну, я что, я купил новые билеты, позвонил своим родным, близким, сказал, что день рождения празднуем на неделю позже и сам остался в Сочи делать свои дела и тому подобное. В обстоятельствах авиакатастрофы, которая произошла в Подмосковье, сейчас разбираются следователи. Рассматриваются все версии ЧП, включая плохие погодные условия, отказ двигателя и человеческий фактор. В Ан-148, который летел из Москвы в Орск, находился 71 человек, 65 пассажиров и 6 членов экипажа.